КОЛОДУ ЧУВАКА Этот китаец играл королевским гигантом, то есть многие из вас, кто смотрели этот турнир, тоже, наверное, были так же удивлены, как и я, то есть он шифровался, чем он только не играл до финала, но в финале он начал играть Корги Гом, ребят, и это прям было действительно дикое удивление, он затащил турнир Корги Гом. Так вот, суть в том, что Марат из клана Цистим, это сооснователь Цистимы и основатель Кузькиной Матери, сразу взял себе на вооружение его деку, и давайте сейчас посмотрим, что у него получилось. А получилось у него примерно следующее, 12 побед в испытаниях два раза подряд, это не пустые слова, давайте просто перейдем в лог, видим вот здесь раз, два, три, четыре, пять каток в глобале, то есть, а остальные катки, давайте листать, они все с испытаний. Ребят, вы видите, что я долистал до самого конца ни одного поражения, нет, вы не поверите, но эти оба испытания были вот именно этой декой выиграны без единого же поражения, то есть, тот концепт, который, тот ритм, который задал китаец на этом турнире, передал Самарату, я надеюсь, передастся и вам после просмотра данного видео, и он смог просто дико, просто офигительно тащить, потому что, ну, такая колода Core Geek, ну о чем вы, мы же вроде там бревно улучшали, там еще кучу карт улучшали, ну какой Core Geek, ну, он уже, по-моему, давно, ну такая себе карта, ну правда, то есть, мало, мало кто ее так особо сильно юзает, и мало кто особо сильно тащит, особенно на турнирах этой карты. Нет, ну, конечно же, я не хочу сказать, что Core Geek был дном, он, в принципе, никогда особо не был дном, правда, как только появился на свет, то да, никто его не юзал, но потом, в итоге, он был имбой, вы помните, все им играли, потом его пофиксили, и вот до недавних пор я думал, что, ну, это такая средненькая карта, которую очень легко контрить, против которой достаточно легко играть, Но текущий турнир доказал полностью обратно, и давайте посмотрим первый реплейчик, в котором просто, ну, Марат продемонстрирует, каким же образом нужно играть. На самом деле, ничего сложного в игре Core Geek нет, то есть, здесь, в принципе, деф выставил Core Geek, а защитил его, все, опять деф, и все то же самое, то есть, постоянно происходит. Есть еще тема, когда Core Geek выпускают из-за башни, таким образом, дают себе возможность на двойном эликсире выпустить, как бы, второго Core Geek сразу после того, как первый умрет, но в данном реплее мы этого не увидим, посмотрим, может, у Марата есть такие реплейчики, но я знаю точно, что такую тему мутят. И вот, собственно, что мы и наблюдаем. На башне соперника уже 1750 хп, в то время как у Марата, в принципе, ну, он потерял всего где-то в районе 350, да, 350 хп. Он потерял на правой башне, левая не тронута, и чувак играет Хогом с Айспиритом, но ничего просто не может поделать против Марата. Вот опять видим, что соперник заходит Айспиритом, сейчас будет брошен Хог, нет, не успевает он бросить Хога, просто не хочет натолкнуться на лучниц и на мегамуха, и не выпускает почему-то Хога. И вот теперь, когда нужно выпускать Хога, уже теперь стоит домик с огненными духами, бросается туда молния, но опять же, Марат берет инициативу в свои руки, выпускает опять Коргига, опять бросается, собственно, бревно, и Коргиг успевает, ну, не кисло, нафигачить. То есть соперник никак не может успеть выбросить Хога и взять инициативу в свои руки, просто постоянно ведет Марат. Вот видим кучу, кучу мусора он выбрасывает, есть у него молния, насколько жестко сейчас забрал все, что было у соперника на дефе. Вот идет вроде бы Хог, должен каким-то образом помочь, готовится молния у соперника, и вот она молния, Хог добегает, делает, не делает, вот вы видели, не делает, он не сделал ни одной тыки. И 482 хп остается, это, в принципе, насколько я понимаю, одно бревно, молния и еще какая-нибудь тыка, но Коргигом можно тоже здесь все порешать. И вот мы видим, вуаля, есть. Нет, 60 хп остается, но опять же, с этим, допустим, соперником все понятно, у него не было дефа. Давайте в следующий реплей посмотрим, как ведет себя Марат против соперника, у которого есть деф. Так, короче говоря, мы сразу видим, что у соперника есть инферно. Еще очень важный момент, я выбираю только тех соперников, у которых в профиле есть 12 побед в испытаниях. Если честно, мне стыдно, но даже у меня 11. Ну, правда, я не знаю, почему я ни разу не прошел испытания на 12, но, ладно, не суть, не об этом. Итак, мы видим, что у чувака вот есть инферно. А зачем-то он готовится его ставить. А, ну, он как будто, как будто вангует, он ванговал только что, что должен был быть Коргиг. Но, в итоге, Коргиг не пошел. Ждет Марат, выжидает, будет дефиться. И в итоге, в итоге, в итоге, вот сейчас, наверное, будет выпущен Коргиг. Или нет, да. Готовится он выпустить Коргига. Что-то непонятное, невообразимое делает его соперник. Выпускает кучу маленьких скелетиков. Это как бы на ход вперед. Тут мега-мух. Здесь были огненные духи. Зачем, с какой целью он это сделал, не особо ясно. И, видим, не спешит, вот, не спешит Коргига выбрасывать. Хочет дефиться, хочет узнать все карты Марата, соперника. То есть, понять вообще, чем он. А он атаковать сегодня будет или нет? То есть, только шахтеры, и все. Больше кроме шахтера ничего мы особо, в общем-то, и не видим. Ну, у него как бы не особо чего-то нет. И вот, наконец-то, Коргиг. Коргиг. Девять эликсира. Ставится сейчас Коргиг. И вот, вот тот самый момент, когда он идет сзади башни короля. То есть, это позволит в дальнейшем сразу же, мгновенно поставить еще одного Коргига. То есть, и сейчас, вот, смотрите, что сейчас будет происходить. Мега-миньон зажимается. Вот, блин, вот она, Инферно. Что же вот делает с Инферно? А на Инферно у него есть молния. Ты бишь! И все. Я могу констатировать, что башня практически будет забрана буквально одним Коргигом. Мы видим, что 880 хп остается. Еще мега-мух бьет 595. Сейчас чуть ли бревном не докинул, блин, все это дело. Ну, вот, вот, вот как-то так. То есть, молния лежит именно на тот случай, когда нам ставят какой-то деф. И в данном варианте один, всего лишь один проход Коргига. И башни практически, 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 практически уже нет. Ну, вот здесь было немножко стрёмно с этими гоблинами, но порешал. 1100 хп остается тем временем тоже у Марата. Двойной эликсир. Двойной эликсир уже у нас начался. Вот, забирается башня. Сейчас ставится опять домик с духами. Мы видим, что сейчас еще одного Коргига сразу же сможет поставить Марат. Таким образом, соперник не может никак среагировать. То есть, он не успевает просто отреагировать на Марата. Видим, что со всех сил он пытается что-то делать. Опять же, повторюсь, у всех соперников 12 побед в профиле. Ну, вот такая тема. Выиграл, что? С Коргигом. Голем против Коргига. Что может быть забавнее? Сейчас мы на это и посмотрим. Просто, ну, действительно, то же самое Голем проявлял себя очень прикольненько на текущем турнире. Вот, в Париже. На самом деле, не так часто можно его встретить. Было до этого. Но сейчас мы его реально видим очень часто. То есть, я пролистал вот лог Марата. У него там големов действительно хватает. И давайте просто посмотрим, что будет делать чувак с Големом. Конечно же, его берут, потому что, потому что, потому что сейчас очень намного меньше можно дефа встретить, чем раньше. И это, конечно, положительно очень сильно. В том смысле, что Суперсел чего хотели, того и добились. Деф сейчас ставят намного реже. То есть, берут с собой. Ну, например, проще взять себе вот такой вот казанчик или вот таких вот скелетиков. И это намного, типа, удобнее, чем, например, брать тяжелую Инферно за 5 эликсира, которая, кроме того, что уничтожает толстого юнита, больше, по сути, ничего не делает. Мы видим, что решается Марат выпустить Корги Гай. Здесь вот это поворот. Молнией фигачит соперник по нему. Но зачем он это сделал, вообще абсолютно непонятно. Коргиг при этом выживает и на башне остается 1307 хп. Правда, я не особо понял, зачем он это сделал. Ну, окей, ничего страшного. Давайте смотреть дальше. Вообще, на самом деле, удивительно, почему тяжелые карты, например, Голем, сейчас стали настолько популярными. Хранилище при этом никто же юзать уже не хочет и не может. Ну, там, в большинстве своем случаев, то есть, хранилище, точнее, сборщик, да, сборщик стал намного реже использоваться. И как они могут сейчас с Големами играть, я не знаю. Давайте смотреть, как будет Марат контриться против Голема. Мы понимаем, что у него, как бы, нет никаких защитных сооружений, особенно Инферно, которое помогло бы здесь против Голема. У него нет, но мы видим, что сагривает, сманивает Голема в центр. Молнией решает абсолютно все защитные сооружения. Соперник тоже, кстати, неплох, тоже бросил молнию. 1133 хп оставляет Марату на правой башне его соперник. Теперь самое главное, Марату перехватить инициативу в свои руки. Это здесь самое важное. И вот мы видим, он выпускает Коргига, выпускает Айс Спирит, выпускает Стражей, готовит, точнее, готовил Стражей, но бросает все-таки бревно. И мы видим, что просто на изи 567 хп остается. Сейчас будет брошена молния, 9 секунд, блин, до конца просто осталось. Будет брошено сейчас, что у нас, что у нас, что у нас, что у нас. Так, вот оно, бревно. Опять выбрасывается сейчас на изи Айс Спирит, выбрасывается тоже просто так, выбрасываются Стражи. И сейчас он готовится просто бахнуть еще раз молнией. И все. Это все. Вот в конце осталось 567 хп, и уже для него, для Марата, бой закончился на этом. Текущий соперник не отличился рекордом в 12 побед, но, в принципе, под конец, мне кажется, интересно будет посмотреть, как играть против арбалета. И так, по-моему, все понятно, что нужно выставлять Коргига перед арбалетом, когда он атакует. Но все же, подводя итог, хотелось бы сказать, что вот так вот, на мой первый предварительный взгляд, я еще не играл этой колодой, но обязательно попробую, потому что Коргигом в свое время я играл. Достаточно изи пока играть этой колодой. Опять же, не знаю, что будет после моего видоса, потому что в чем вообще простота колоды заключается в том, что соперники немного подзабыли, что такое Королевский Гигант. Вот, например, в своем логе и в логе Марата я не увидел больше никаких соперников с Королевским Гигантом. Просто вот их нет, их очень мало. И в этом основная фишка, что есть тащерские деки, которые юзают очень мало, и мы не успеваем к ним адаптироваться. Именно поэтому мы и проигрываем. То есть те люди, которые быстро адаптируются к какой-то деке, понимают, как ей противостоять, они будут тащить и против текущей деки. Но в данном случае вот 24 боя, блин, подряд Марату повезло. Ну не то, что повезло, ну здесь сложно, понимаете, назвать повезло, когда 24 подряд. Это не везение, это что-то другое, согласны. Поэтому вот как-то так. Ну и видим, что с текущим соперником вообще никаких проблем нет. На правой башне уже 698 хп оставалось. Это прям изи катка. Можно это все дело перемотать. В общем, надеюсь, этот видос с вами был полезен. Эта колода с Кургигом действительно стоит 5000 баксов, потому что чувак ею затащил, это однозначно. Ну, как-то так. С вами был Аурум. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Всем удачки. Удачки.